В определенном возрасте человек получает парадигму. Жизнь кончена. Впереди только болезнь, темнота и смерть. Я думал о бессмертии. Я никогда не думал о том, что я буду старым, больным, буду умирать, потом умру. Я сказал, что старости у меня не будет. Когда мне было 16 лет, 17, я сказал, я умру на сцене. Еще в одно мгновение. Потому что я уже знал свою стезю, знал, что я буду делать. Я думал о бессмертии. Я никогда не думал о том, что я буду старым, больным, буду умирать, потом умру, и как это будет. Я всю жизнь... Пожалуй, я думал только, когда мне было 5 лет, когда умер сосед. И вот я боялся проходить общим коридором. Боялся, не дай бог, я увижу, как его выносят. Я не представлял себе, потому что я никак не мог представить себе, что нужно увидеть человека, которого я только что видел живым, улыбающимся, и вдруг вот он превращается в восковую фигуру. Поэтому я с самого начала знал, что все, что неминуемо, и все, что невозможно избежать, все, о чем невозможно просить, нужно на это не обращать внимания. Человек всю жизнь работал, зарабатывал себе на хлеб, кормил и учил своих детей, потом, может быть, и внуков, а теперь вдруг получается, что его все оставляют. Все, начиная от детей, кончая государством, с его такой суммой, которой хватит на два захода в магазин. Я не завидую ни одному пенсионеру в России, у которого нет специальной пенсии, потому что действительно пенсия означает даже не старость, а нищету. Потому что раньше он мог подработать, а теперь даже этого он не может. Он с трудом ходит. Он смотрит телевизор, по которому дерутся на разных каналах между собой какие-то дядьки. Ему тяжело, он видит агрессию. Вместе с ним эту агрессию видят его внуки. Ему тяжело. И швед выходит на пенсию в 65 лет. Он знает, ему осталось жить примерно 25. Вот эти 25 лет он проживет замечательно. Он узнает то, чего хотел узнать раньше, не мог из-за работы. Он влюбится, потому что раньше у него не было возможности влюбиться. Он начнет танцевать фламенко, поедет в Испанию. Пойдет на курсы. Он заговорит на испанском языке. То есть у него впереди очень большой отрезок жизни, который начинает жизнь как бы сначала. Я бы очень хотел спросить в нашей стране, где деньги, которые нужно дать пенсионерам на такие удовольствия. Если человек отработал 40 лет, 50 лет на свое государство, он имеет право на абсолютно безбедный отдых. Тем более он же знает, если он хоть немножко образован, что в стране все время течет газ и нефть. Что я не знаю, сколько точно, но, по-моему, в несколько минут миллиард долларов. И вот он тогда задает вопрос. А почему я живу в этой маленькой комнатке? Почему я не могу сходить больше, чем два раза в магазин? Почему я не могу себе позволить какую-то еду? И вот от этого начинается угнетение. Но у меня и здесь есть способы защиты. И вот приезжает ко мне моя мама после смерти папы. Я маму не могу оставить в Беларуси с пенсией в 100 долларов в хрущобе. Тем более там, где все напоминает папу. Теперь ни меня нет, ни папы. Мама одинокая, несчастная. Я ее приглашаю в Стокгольм. Ей дают разрешение. Она приезжает ко мне. Через три месяца ей дают собственную квартиру, потому что считается, что она не может зависеть ни от кого, кроме как от государства. Дают собственную пенсию. Бесплатная медицина, бесплатное электричество, бесплатные такси, бесплатный транспорт. Все. Понимаете? И, наконец, приходит замечательная бумага. Видите, как я долго подхожу к разговору о старости. В бумаге написано, если вы желаете получить образование в школе для иностранцев с целью изучения шведского языка, «Добро пожаловать». Мы начинаем в такие-то числа. Мама в школу. Она говорит, «Сыночек, мне 73 года. Я не опозоришь в школе?» Я говорю, «Мам, ты всегда была отличницей, и в этой школе будешь отличницей». Мама пришла в школу. Там такие же старушки и старички, как она. Некоторые на 10 лет старше, 80. Некоторые на 5 лет моложе, им всего 67. Дети, можно сказать. И вот создался класс. Со всеми школьными и классными историями. С влюбленностью, с записочками, с празднованием всех дней рождения, с тортами, с поездками в разные интересные места Швеции. Это все бесплатно, это все государство оплачивает. Моя мама умерла в возрасте 97 лет. Ее друзья, семейная пара, он умер в 99, она умерла, его жена в 103. Они последние годы писали книгу совместную, написали, издали. Они еще ездили в Испанию, они летали в Англию, в Израиль, получали впечатление, делали то, чего. И вот интересный момент. Из них, из всех, вот из этого класса, живы три четверти класса. Возникает вопрос, почему? А потому, что в определенном возрасте человек получает парадигму. Жизнь кончена, впереди только болезнь, темнота и смерть. Никому не нужны ни мои мысли, ни мои идеи, ни мои стихи, ни мои фразы. Я заброшен всеми. Мне нужно дожить. Когда человек идет в школу и пишет на коленках неправильные глаголы, она получает внутрь, в мозг, информацию. Я не во тьму смотрю, а я учу шведский язык для того, чтобы разговаривать на нем, а не для того, чтобы с этим дурацким языком лечь в гроб. Человек, на самом деле, это не тело только, это дух. Когда тело сильнее духа, да, тело должно на дожитие. Когда дух сильнее тела, это тело смеется над тобой. Потому что сколько тебе? 80, 85, 90, нисколько я учу испанский язык. Я влюбился. В молоденькую совсем, 65 лет. Господи, это же надо было дожить до 80 лет и влюбиться по-настоящему. Я не знал, считал, что все вот это любовь, а это была дружба. Вы скажете, наверное, потому что они все в Швеции. Нет, не потому. Швеция дала ей негатив, потому что они лишились всех своих друзей, того круга общения, который у них был в своем родном городе. Они ходили друг к другу в гости вместе, смотрели голубые огоньки, общались и так далее. Теперь они приехали в страну, где язык чужой, где все чужие. Все дети заняты, им не до родителей. Так что есть негатив. И вот тут начинается чудо. Как только вы даете перепрограмму, перепрограммируете мозг, у вас отменяется смерть, у вас отменяется старость. Вы перестаете стареть. Понимаете? Я... мне сейчас 68 лет. И я гоняю по всему миру. Я смотрю и вижу влюбленные глаза из зала. Это настоящая энергия любви. Я чувствую себя мужчиной в самом рассвете. И они меня любят. Они действительно любят. Я вижу полные любви глаза зала. Ну, это мой случай. Я не могу его всем советовать. Не будете выходить на сцену. Но принцип остается тот же. Оставайтесь ярким, интересным. Вы раньше никогда не читали вслух стихов? А попробуйте. А вдруг вы откроете для себя что-то. И вы вдруг меняетесь во всех отношениях. Вы даже голос свой переделываете. Вы начинаете говорить актерским голосом. Вы идете на танцы неожиданно. Кто-то на сальсу, кто-то танцевать фламенко. Вы идете в какие-то удивительные места, которые вы раньше не посещали. Оказывается, живя в Москве, вы последний раз в Третьяковской галерее были 30 лет назад. Вокруг вас теперь другой мир. Отбросьте все, что у вас было связано с нудной, монотонной работой. Теперь вы получили счастливые годы. Пусть 5, пусть 10, пусть 15, пусть 20. Живите, и вы не заболеете. Я гоняю по всему миру. Я никуда не вышел на пенсию. Я никакой не пенсионер. Человек моей профессии никогда не будет пенсионером. Никогда. Меня трудно квалифицировать обычным образом. Но принцип один и тот же. Понимаете, по сути, человек не должен выходить на пенсию. То есть он вышел на пенсию, значит, что он оставил вот эту свою работу, которой он занимался много лет. Таким образом, с одной стороны, там он выходит на пенсию, а здесь он входит в младенческий возраст, возраст юности и начинает новую часть жизни. Вот с этой мыслью человек не становится старым. Любой старик, который улыбается и шутит, сразу людьми окружающими воспринимается на 20 лет моложе. Если дух силен, то никто его не возьмет до предела. Он просто спокойно уснет в каком-то очень преклонном возрасте. Как говорил один мой друг, почему люди боятся смерти? Смерть – это ежедневная репетиция смерти сон. Человек лежит, засыпает, перестает ощущать время, перестает думать. Ему какие-то сны снятся, да? Единственное отличие смерти от сна, что человек в смерти не просыпается. Но он же не знает, проснется он или нет. Поэтому нельзя же каждый раз ложиться в постель, думать о том, что ты умрешь. Поэтому я считаю, что те люди, которые хотят после выхода на пенсию поступить на работу, правы. Я очень жалею пенсионера в России, потому что это действительно беда. Я хочу просто сказать, что нельзя сравнивать, потому что даже если в Швеции человек получает так называемую народную пенсию, это всего лишь 500 евро. Если он не выработал свои 40 лет, то тогда ему оплачивают все. Включая квартиру, лечение, ему доплачивают. То есть квартира стоит дороже, чем его пенсия. Квартира стоит 1000 евро. А у него пенсия 400. Значит, ему каждый месяц на счет поступает 1400 евро, из которых 1000, игра такая с государством, возвращается назад этому же государству, а на 400 человек живет. Тут же важно не считать, сколько в общей сложности в России и в Швеции зарабатывают люди. А важно считать, что остается после оплаты счетов. Вот если остается 400 евро, это считается очень хорошо, потому что 400 евро можно жить вот так. Что касается России, тут мне сложно говорить об экономике, потому что все-таки очень маленькие пенсии. Поэтому все, что человек может сделать, у него все есть, если он владеет интернетом, если у него есть книги, если у него есть определенные друзья, то даже здесь можно заняться интересными вещами. И вот вам пример. Я получаю письмо от одного пенсионера, который пишет. В 70 лет я открыл для себя ваши программы на Орфее. Я послушал одну, потом вторую, потом третью, потом четвертую, пятую. А программа у меня полторы тысячи лежит в сети. Это и «Голос России», это и «Серебряный дождь», и «Орфей», и «United for Good», чикагская русская радиостанция «Объединяемся для добра». Вот, он потом сделал такое, он посмотрел, а что еще есть? Увидел, что есть 48 фильмов через всю культуру проходящую. Он стал смотреть фильмы. Потом он из Канады выписал себе книги. Моих книг, их здесь не было, он через канадские книжные, эти самые русские книги. Он говорит, я ждал ее, как жених ждет невесту. Я получил эту книгу, я стал читать. И тут я понял, что моя жизнь была совершенно не такой. Однажды в детстве я получил негативное впечатление от концерта классической музыки и понял, больше никогда. Прошло 55 лет. Я открыл для себя вас. И знаете, чем я сейчас занимаюсь? Я перевожу «Сонеты Шекспира» заново. И он мне присылал книжку своих переводов «Сонеты Шекспира». Вы представляете, в 70 лет. Начинать надо день с того, что вы поднимаетесь с дивана только с одной целью – посмотреть в зеркало и кривить рожи, рожицу. Вы себе не представляете, на самом деле, что это такое? Люди даже не понимают, что если в зеркале разыгрывать молодого, хулигана, весельчака, то постепенно вы пронизываетесь этим опытом, этим состоянием. Вот какой-нибудь старый человек, когда его никто не видит, подошел, поработал с мышцами лица, чтобы они не застывали. И вдруг, глядишь, день начался странный, удивительный, хулиганский. Я, например, даже всегда, не только сейчас, а и 20 лет назад, вот я заболел. Что я делаю? Я подхожу к зеркалу и говорю, что, Казиник, заболел, голубчик, да? Сейчас будем изгонять духов болезни, сейчас. Ну вот покажем болезнь языков. Ну давай поморгаем немножко, давай улыбнемся. Понимаете, вы же не настолько больны, чтобы, черт побери, не улыбнуться. Ведь человек же сам себя начинает жалеть. Ох, я болен, жизнь кончена. Все, наверное, это последняя болезнь, она приведет к смерти. Слово – это энергия. Говорите, говорите, говорите. Потом будут все удивляться, чего это он умер, ни с того ни сего. Кошлянул и умер, да? Самое главное – это самообщение, самомедитация. Любовь к себе. Чем старше, тем больше люби себя. Люби себя, люби. Поднимайся с дивана не для того, чтобы дойти до ближайшего стула, а для того, чтобы пошутить. Для того, чтобы порадоваться. Ой, какие почки, ой, какой дождик, ой, какой... Рисовать попробуй. Ты же не знаешь даже до сих пор, что ты умеешь. Вот акварель, купи краски. Попробуй. Может быть, ты великий художник 20 века. Не пейзажист, как левитан. А может, ты абстракционист. Как только вы начинаете удивляться, вы молодеете. Потому что что такое старость? Это неспособность удивляться. Это прежде всего. Если ты не смотришь на мир голубыми глазами удивленного человека, если ты говоришь сам себе, все кончено, все в прошлом, все, ничего мне нового никто не скажет, не откроет, все глупые, все... Молодежь не такая, и средняя вот, все не такие. Вот я такой, я вот сякой. Это все старость. Когда вы говорите, что трава была зеленее, это старость. Весь свет, который исходит от религии, это тоже свет молодости. Потому что смертью и смерть поправ. Потому что ты... Наконец приходит время, когда ты явно понимаешь. Да, дни сочтены. Ну, так умираю, улыбайся. Почему? А потому что, видимо, для духа нет смерти. Кто-то из замечательных художников современных сказал, вы знаете, я жду смерти, как любопытный человек ждет разгадки очередного дела Шерлока Холмса. Мне страшно интересно, что будет. Жутко интересно. Я понимаю, что что-то будет. Но если бы я уже знал, было бы неинтересно. А поскольку я не знаю, то мне еще интереснее, как это будет выглядеть. Кто-то говорит про тоннель, кто-то говорит про царствие небесное, кто-то про рай и ад, кто-то говорит о том, что это вообще другое измерение, что это свободное движение души, где ты встречаешь всех своих любимых, нужных, что там постоянно звучит музыка Баха и Моцарта, потому что они посланцы неба, и они приходят сюда на Землю, чтобы люди не теряли связь с космосом. Я спрашиваю у детей, где небо? Дети показывают. Там. Я говорю, а вы что, себя вообще не считаете? Ну-ка, как надо показать? Во! А раз небо здесь, мы ее называем стосовесть, да, значит, Бог в небе. Где? Здесь. Здесь. Не смотрите все время туда, не ищите там ответа. Там космос, там красота, там звезды, там вечность, там цивилизации. А вот здесь Бог. И вот с этим ощущением вы опять обретаете не старость, а чувство бессмертия, потому что тело умрет, а Бог останется навсегда. И это ваш Бог внутри вас. Но и здесь одно условие очень важное. Нужно обязательно прожить жизнь так, чтобы дух, душа постоянно получала подпитку от великой культуры, от великой музыки. Для многих сейчас это будет звучать пусто, понимаете, потому что у нас 90% ничего этого не знают. А на самом деле я хочу сказать, что тот человек, который неожиданно для себя откроет прекрасную музыку великих композиторов, научится ее слушать, понимать и чувствовать, сразу продляет жизнь автоматически. Потому что эти сигналы, они идут от вечности. Значит, бессмертие. Это серьезно. Поверьте мне, это очень серьезно. А та душа, которая за время жизни не вызрела в теле, тело ее погубило, она действительно может оказаться небессмертной. Бессмертие надо заслужить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова